Программа выходит при поддержке Комитета информационной политики Вологодской области. Здравствуйте! Это программа «Такая работа». Представляете, эта профессия появилась вместе с первыми машинами и механизмами. А ведь это середина 15 века. Ну, вообще машины имеют такое свойство – работать нам, облегчая жизнь, и ломаться в самый неподходящий момент. Так вот, как раз такие моменты без этих специалистов нам просто не обойтись. Догадались о коме? Тогда идемте знакомиться. Алексей Тимофеев учился в Черепоевском металлургическом техникуме по специальности техник-механик. После службы в армии устроился слесарем-ремонником на предприятии, где работали его родители. Но так здесь и остался, и работает по сей день. За это время он набрался уму-разуму, получил 6-й разряд высший у слесарей и стал бригадиром. По выходным не расстается с любимым делом – сам ремонтирует свой автомобиль. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Мы сейчас на водоочетном сооружении. Да. Чем вы здесь занимаетесь? Мы здесь занимаемся обслуживанием, оборудованием, различных запорных арматур, губопроводов, насосов. Ну, всего, что здесь находится. То есть вот как раз вот эти? Клапантической части. Вот эти? И вот это чините? То, что внизу, то, что подающие, либо проводы. Ну, и всеми, чтобы эти клапаны у нас друг с другом сочетались, это как раз, если вдруг не полонка… Это наша механослужба, да. А вот как получается? Если только какая-то поломка случается, вы сюда приходите? Или есть обходы? Ну, когда поломка случается, то, конечно, мы приходим сразу. Так ведется график, планов, ведет ведительность работы. Периодически оттуда она оборудована. А никогда не думали чем-то другим заняться? Ну, в принципе, нет. Ну, вот вода, проходя через фильтры, уже поступают в резервуары чистой воды, а то, соответственно, уже насосными агрегатами качаются в город. Вот мы сейчас можем пойти и посмотреть насосную станцию. Пойдемте посмотрим. На насосной станции все гудит, все работает. Ну, что поделаешь, таковы условия труда. Ну, вот эта насосная станция, вторая подъема, соответственно, вот отсюда уже вода насосными агрегатами подается непосредственно в город. То есть вот здесь распределяется вся вода? Да, из резервуаров она подается в город. Наверное, под большим напором? Да. А вот я видела, у вас здесь, здесь течет вода. Это специально так сделано? Ну, это требует сборника, то есть лаборатория берет пробу на качество воды. Вот я вижу, у вас тут несколько шкафчиков есть с кнопочками. А что это такое? Ну, шкафы управления, которые с каждым шкафом соответствуют вот так, например, открытые-закрытые задвижки, это пусть самого агрегата, и это также задвижки, открыть-закрыть все. То есть когда отмечают воду в каком-то районе, это отмечается здесь? Нет, здесь есть возможность регулировать количество воды подаваемого в город. А, то есть именно топором? То есть можно запустить один агрегат, либо два агрегата, в зависимости от этого струда. А в течение года меняется расход воды? Да. А когда больше? А больше в будние дни, особенно в летом, а в выходные, так как все разъезжаются по дачам, то соответственно... Меньше. И можно здесь сделать поменьше как раз. А вы-то чем здесь занимаетесь? Ну, непосредственно всем, что здесь находятся. Насосные агрегаты, задвижки, клапана, заперная арматура, вот большие выдвижки, электропривода, ну, то есть, можно сказать, что всем. Все, какое оборудование здесь есть, тем и с крышкафами этими занимаетесь. Сейчас все автоматизировано, то есть все стараются управлять машинами. Но без человека же все равно не как. Конечно, без человека, ну, так. Вот все равно любая автоматика донуждается в обслуживании. И вот как раз обслуживанием любых машин занимаетесь здесь? Да. А вот это что такое? Это автоматический клапан. Он регулирует также подачу воды. То есть вот как раз ему подается сигнал, а он уже регулирует, сколько какой напор воды дать. Да, он автоматический. Алексей, а вот это что такое? Ну, это, собственно говоря, внутренности вот того агрегата, который качает воду. Так. Это получается на ремонте он? Да, это рабочее колесо. То есть вот за счет этих лопастей создается давление и подача воды. Ммм, это деталь. А где же сам аппарат? Это деталь. Это деталь. Вот можно здесь посмотреть. Вот это непосредственно сам вау. Он, наверное, тяжеленный. Тяжеленный. И колесо у вас трудится в месяц. А как вы это все достаете? Такие тяжелые. Вы прямо сейчас грузоподъемные. Конфериды. Прежде чем приступить к ремонту любого агрегата, нужно представлять себе всю схему взаимодействия. Для этого есть документация и чертежи на каждый аппарат. Документы приходят снова на оборудование. Но все равно приходится почитать, поучиться чем-то. Если взять насосы, то предназначено для одного и то же, что раньше были насосы, что новый. Но в принципе, система работы может быть немного другая. И поэтому взгляд-то нужен уже другой. Ну вот как раз в теме рабочего дня, как раз в ходе процесса работы, да, заполняется журнал, где указываются фамилии работника. Соответственно, характер выполняемой работы. Мы говорили про технику, то есть, пожалуйста, техника выделяется. Это как раз погрузочная, которая, да? Да, и объекты, на которых работа производится. Ну и в конце дня, соответственно, в журнале пишется отметка выполнения, выполненное задание, либо ведет продолжение. И уже на следующий день кто приходит? Да, будет ясно, да. Какие работы проводились, то все дело. Получается, у вас не только вот такая физическая работа, но еще и бумажная, получается, присутствует. Без бумажек никуда. Да, бумажной немного, но она есть. И вот скажите, считается, что все-таки слесаремонтник, ну, такая не очень квалифицированная работа. Но вот я как вижу, вам нужно и станками уметь пользоваться, и в оборудовании разбираться. Ведь это неспроста. Ну, в принципе, да. Как говорится, нужно уметь все. И прочистать чертеж, и закрутить гаечку. Вот на вид это обыкновенные человеческие руки. Но это только, товарищи, кажущиеся видимость. На самом деле, перед вами руки золотые. Ну, в смысле, золотые руки. Перед вами, товарищи, слесарь с большой буквы С. Алексей, это мастерская? Да, это мастерская. А что вы здесь делаете? Ну, здесь различные станки, вот сверлильные, токарные станки, другие наждаки. То есть все необходимое для работы, заготовки деталей. Столько сверла у вас здесь. Все нужно. Алексей, а вот здесь много оборудования. Вы на каждом умеете работать? Нет, ну, это вот станок токарный, это токаря. А вы? У нас, в принципе, вот сверлильные станки, наждачные станки. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Что-нибудь что-нибудь сделать? Давайте попробуем. Просверлим отверстие. Для клапана, который сейчас находится в ремонте, требуется несколько заготовок. Их делают прямо здесь, в мастерской. Под чутким руководством Алексея я сделала шайбу. Это, наверное, самое простое, что можно было мне доверить. Остальные заготовки Алексей делал сам. Алексей, где же вы с кемой-то учились? Да, в принципе, здесь на предприятии учился потихоньку, помаленку. То есть здесь у вас уже прошла как раз вот заточка под конкретную специальность? Да, я устроился 17 лет назад на данном предприятии. Вот до сих пор здесь работаю. Кстати, с лесоремонтник в нашем городе специальность очень востребованная. Чтобы ее получить, можно закончить курсы. Ну вот скажите, Алексей, наверное, не случайно все-таки выбрали эту профессию. И вообще для мальчишек, наверное, это очень интересно что-то сломать, а потом починить. Да, в принципе, пригодится и дома всегда. Вот, кстати, насчет дома. Ну вот вы ремонтник на заводе, ну не на заводе, а на предприятии. А дома ведь, наверное, тоже сами все чините? Стараюсь, конечно, сам. А сильно отличается? Ну, отличается, потому что дом есть дом, здесь более мессивно, оборудование. В принципе, нет ничего сложного. Если считать, что скромность украшает мужчину, то Алексей в числе первых красавцев. Никак не хотел признаваться, что он один из лучших работников. Долгое время его фото было на доске почета, а дома у него целая коллекция многочисленных наград за конкурсы. И благодарственные письма, кстати, в том числе и от мэра. Да, направлений в профессии слесаря очень много. Мало того, что она востребована, эта специальность, так она еще и интересная. И в этом мы с вами сегодня убедились. А мы встретимся с вами уже через неделю с другим героем и с его интересной работой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова